канал за гет поступил такой вопрос как совместить благодарение за болезнь и лечение болезни у святителя гнатия бренчанинова можно прочитать такой совет чтобы мы в болезни какой-то скорби через силу благодаря господа не спеша спокойно слава богу за все слава богу за то испытание которые ты мне даешь потому что в целом ведь если мы какое-то испытание имеем если жизнь наша не слишком ровная значит господь она заботится господь хочет в этих испытаниях возрастали чтобы мы переходили из одного класса духовной жизни другой класс чтобы эти испытания могли стать для нас как бы такой лестницей ведущий к царству небесному поэтому помню об этом и верю в это несмотря на трудность несмотря на скорбь несмотря на боль все же полезно сначала через силу потом постепенно уже более привычно а потом уже естественно благодарить за все это бога начинается история иконы божией матери целительница когда в москве был больно некий чинослужитель по имени викентий и вот он так был болен что фактически уже и не надеялся на выздоровление понимая что он находится на пороге смерти на пороге вечности он благодарил бога молился божьей матери и благодел ее при каждом бое часов говоря радость благодатная господь с тобою и она другой у нее не хватило сил но на это сил хватало и вот к нему в один момент когда он уже был совсем уже на грани на грани перехода вечность пришла в божий матерь в сопровождении некого святозарного юноши это был ангел-хранитель викентия который не оставлял его который помогал ему в молитвах который приносил его молитвы к богу божией матери и божия матери коснулась одра болящего болящий восстал и так быстро поправился что буквально на второй третий день пришел в храм для священнослужения чем немало удивил других клириков вот такой случай очень показательный как важно бога всегда за себя благодарить в конце концов господь знает прежде всякого нашего прошения что нам нужно хотя он и говорит просите дано будет вам ищите найдете стучите творят вам это благословляется приветствуется но конечно господь знает что нам нужно и когда вы больны конечно нужно просить о выздоровлении нужно лечиться но не забывать о главном а то что бога должны благодарить за все и и господь видя наше благодарящее сердце виде наш добрый духовный настрой верим даст нам если есть такое благословение избавление от всякой скорби и от всякой болезни внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и это и а и и и и и и и